Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Я мастер декоративно-прикладного искусства. Сегодня я расскажу и покажу вам, как сплести браслет Шамбала. В данном видео мы рассмотрим два вида браслета. Вот такой вот широкий яркий летний браслет и более изящный тонкий вставками из бусинок. Приступим! Первым я покажу, как сплести яркий летний браслет из синтетического шнура. Для работы нам понадобятся ножницы, клей, маленький суперклей или вот такой вот момент кристалл, обязательно прозрачный. Так как шнур у нас синтетический, то вместо клея можно будет использовать зажигалку, подплавляя шнур и закрепляя его. И также нам понадобится скотч. Можно использовать бумажный, либо обычный прозрачный скотч. Его понадобится совсем немножко. Ну и, конечно же, для работы нужны сами шнуры. Три отрезка. Один 50 сантиметров и два отрезка по 70 сантиметров. Я выбрала вот такие вот летние цвета, зеленый и желтый. Итак, приступим к работе. Берем шнур 50 сантиметров и располагаем его вот таким вот образом. Это у нас будет основа браслета. Чтобы нам удобнее было работать, мы закрепим его на рабочей поверхности скотчем. Берем небольшой кусочек и приклеиваем шнур к столу. С одной стороны и вторым кусочком с другой стороны. Закрепили основу браслета на рабочей поверхности. И теперь наша задача соединить вот эти вот два шнурочка между собой. Делаю таким образом. Складываю два шнурочка между собой. И так как они у нас синтетические, то я буду их подплавлять зажигалкой. Немного подплавляем. Прижимаем между собой. И таким образом шнурочки у нас соединились. Это у нас будет рабочий шнурочек. Это основа браслета. Получившийся длинный шнурок мы продеваем под основой. Вот таким вот образом. Посерединке. Видите, у меня получился справа желтый шнурок, а слева зеленый. И сейчас мы будем плести так называемый квадратный узел. На этом браслете будет очень легко его показать, потому что у нас получается три разных цвета, и вам будет легче ориентироваться. Я начну плести с правой стороны. Смотрите, я беру правый шнурочек, он у меня желтый, и кладу его вот таким образом. Делаю петельку и кладу над основой. Положили. Взяли левый шнурочек, он у меня зеленый, положили вот таким вот образом сверху. И кончик нашего зеленого шнурочка надо пропустить вот под этой получившейся конструкцией. То есть я приподнимаю вот это вот все и пропускаю его внизу. Вот таким образом. И теперь получившуюся конструкцию мы затягиваем. Так как у меня шнурочек плоский, не круглый, обязательно смотрите, чтобы он здесь не перекручивался, если у вас шнурок такой же. Затянули. Теперь все то же самое делаем с левой стороны. Слева делаем петельку, правый шнурок кладем сверху, и конец правого шнурка пропускаем под всей этой конструкцией, затягивая. Вот это и есть квадратный узел. Такие пункты мы повторяем, пока у нас не кончится браслетик или мы не достигнем нужной нам длины. Опять справа петелька, левый шнур сверху, или кончик левого шнура пропускаем под конструкцией, затягиваем. Теперь слева петелька, правый сверху, и конец правого пропускаем под конструкцией, затягиваем. Справа петелька, сверху, под конструкцией, и затягиваем. Продолжаем плести. Обязательно поправляем шнурочек, если он у вас плоский, смотрим, чтобы он не перекрутился. Вот уже можно посмотреть, какой у нас интересный получается рисунок. Так как мы взяли рабочий шнур и сделали его из двух, у нас два цвета, смотрите, у нас получается, серединка браслета желтенькая, а края получаются зелененькие. Но если вы посмотрите наизнанку, то получается точно наоборот, зелененькая серединка и желтенькие края. Продолжаем плести. не бойтесь помогать, поправлять, подтягивать браслетик. Вот смотрите, я доплела, у меня остались совсем небольшие кончики наших рабочих шнуров. Отклеим нашу основу от стола. Вот смотрите, такой у меня получился браслетик. Можно приложить, померить на руку. Очень хорошо получается. Наша задача теперь закрепить вот эти вот два конца оставшихся. Можно сделать это при помощи клея. Я уже говорила, либо момент, либо суперклей, либо синтетический шнур. Можно подплавить зажигалкой и также приклеить на основу. Делаем таким образом. Отрезаем, оставляя где-то так, миллиметров 5-7. и вот эти вот кончики мы приклеиваем. Можете сразу определиться, какая сторона у вас будет лицо, какая изнанка. В принципе, если аккуратненько подклеить и не будет заметно, можно будет носить браслет на две стороны. Я воспользуюсь зажигалкой. Подплавляем кончик и приклеиваем его к основе. Вот таким образом. И с зеленым проделаем то же самое. Не захотел приклеиться, еще раз подплавим. Вот таким образом. Закрепили. Здесь мы не будем делать застежку. Я покажу, как сделать застежку на следующем браслете, который мы будем делать с бусинками. он будет более изящный. А здесь мы делаем два узелочка по бокам. Обязательно померьте, чтобы у вас подошел браслет на руку. Таким образом я делаю два узелочка. Лишнее отрезаю. И так же кончики, чтобы не распускались. Немножко подплавляю. Смотрите, какой замечательный яркий браслет у нас получился. Вот с такими замечательными завязочками. А сейчас я покажу, как сплести вот такой вот замечательный браслетик с бусинками. И он у нас будет со скользящей застежкой. Можно будет его затянуть и так же легко снимать. Итак, приступим. Для работы нам понадобятся ножницы, клей. У меня маленький суперклей. Вы можете взять момент прозрачный. скотч. Можно бумажный, можно обычный, простой. Его потребуется совсем немножко. Бусинки. На ваш вкус. Какого хотите. Размера, цвета. Главное, чтобы диаметр бусинки, отверстие в бусинке соответствовало шнурочку, чтобы легко нам было продевать. И, конечно же, шнур. У нас будет три отрезка. Два отрезка по 50 см. И один отрезок длинный. Он будет на 150 см. Убираем все с рабочей поверхности, чтобы нам не мешало. И берем один шнурок 50 см. Располагаем его вот таким вот образом на рабочей поверхности. Берем кусочек скотча и сверху приклеиваем шнурок к столу, чтобы нам было удобнее работать. То есть мы его зафиксируем. Свободный конец шнурка берем в ручки и нанизываем на него бусинки. Смотрите сами, сколько хотите бусинок. Я буду нанизывать 4 бусинки. Вот таким вот образом мы надели бусинки на шнурочек на наш. Остальные можно убрать, они нам не понадобятся. Вот бусинки наши, на шнурочке. И свободный край мы таким же образом, как верхний, кусочком скотча приклеиваем к столу, чтобы зафиксировать, чтобы нам было удобнее работать. Немножко натянули, но не сильно, и закрепили. Бусинки мы сдвигаем вниз, чтобы они нам не мешали. Берем длинный шнурок и пропускаем под рабочим шнурком, который у нас приклеенный. Это рабочий шнур. Пропускаем и попытаемся найти серединку. Сверху где-то, наверное, сантиметров 10, чуть больше отступили, и у нас начнется плетение. То есть сверху у нас немножко осталось шнурочка. И здесь мы начнем с вами плести. Плести мы будем с вами так называемый квадратный узел. Развели шнурочек в разные стороны. Вот у нас рабочая поверхность. Плести я начну с правой стороны. Берем правый шнурочек и кладем его над рабочим шнуром. Левый шнурок кладем над правым. Вот таким вот образом. И кончик левого шнурочка мы пропускаем под низом всей вот этой конструкции, которая у нас получилась. То есть вот сюда. Вот сюда. Вот таким образом. И затягиваем узелочек, который у нас получился. Вот, затянули. Теперь то же самое делаем с левой стороны. Левый шнурок кладем над рабочим правый шнурочек, кладем на левой сверху и кончик правого шнурка пропускаем уход под всей этой конструкцией. Еще раз показываю. Вот, раз. Получившийся узелок мы затягиваем. Можно немножко здесь поправить, помочь себе. и повторяем еще раз. Правую нить кладем петелькой над рабочим шнуром, левую сверху, и кончиком левого шнурочка пропускаем под получившейся конструкцией. Затягиваем. Теперь с левой стороны сверху, сверху и кончик посередине. И повторим еще раз, чтобы у нас здесь получилось чуть побольше основы. Правой петелькой, левой сверху, кончик левого под конструкцию пропускаем, затягиваем получившийся узелок. И еще два раза я повторю. Правый сверху, левый и пропускаем под получившуюся конструкцию. Затягиваем. И левую петельку, правый сверху. И под получившейся конструкцией мы затягиваем. Вот таким вот образом. Теперь я пододвигаю одну бусинку. Пододвигаю. Не бойтесь, если она будет крутиться, мы потом ее уже в готовом браслете сможем повернуть. Так как мы начинали с правой стороны и после бусинки продолжаем плести с правой стороны. То есть правый шнурок кладем над рабочим, левый сверху под конструкцией и затягиваем получившийся узелок. То есть мы продолжаем плести квадратный узел. Обтянули бусинку. Видите, вот она у нас аккуратненько в браслет вплелась. И теперь слева петелька над рабочим шнуром, правый сверху и кончик правого под конструкцию. Затягиваем получившийся узелок. Мне хватит здесь два узелка. Вы смотрите, если хотите, можно чуть больше. Пододвигаем еще одну бусинку и опять же с правой стороны петелька над рабочим шнуром, левый сверху мы кладем и пропускаем под всей этой конструкцией. Затягиваем получившийся узелок. Обтягиваем бусинку. Поправляем и с левой стороны узелок правый сверху затягиваем. и еще раз правая петелька левый сверху и протягиваем под конструкцией. Затягиваем узелок и еще один я сделаю с левой стороны пропускаем. То есть смотрите, я между первой и второй бусинкой сделала два узелочка. Здесь я сделала четыре чуть побольше. и опять пододвигаем бусинку. После каждой бусинки не забываем, что начинаем с правой стороны. Правый шнурок на рабочий, левый сверху и под всей конструкцией затягиваем узелок, подтягиваем бусинку, выравниваем и теперь слева петелька сверху под рабочую под рабочую поверхность. Вот таким вот образом. И здесь у меня было два узелка, здесь я тоже сделаю наверное два узелочка и пододвину следующую бусинку. вот таким вот образом. И после бусинки опять же с правой стороны левой сверху под всю конструкцию подтягиваем. Мощинку поправляем. И теперь слева петелька справа пропускаем и затягиваем. Здесь мы повторяем либо пока у вас не кончится шнурок либо пока вы не достигнете длины которая желаема для вас. Можно снять браслетик открыть стола и посмотреть достаточно ли вам длины которые вы уже сплели. В принципе он же еще будет завязываться будут в завязке. Вот смотрите какой получился замечательный красный браслетик. Мне в принципе хватит этой длины которую я сделала. Сейчас я закреплю еще раз на поверхности чтобы мне было удобнее работать. Верхнюю часть я закрепила приклеила. Смотрите у нас получаются вот эти шнурочки которые вот это рабочие которые середина у нас шнурочка основа и вот эти два кончика которыми мы плели. нам надо их подрезать аккуратненько оставляя где-то миллиметров по пять с каждой стороны вот таким вот раз подтянули и переворачиваем браслетик на изнаночную сторону если у вас шнурочек синтетический то можно в принципе прижечь кончики зажигалкой у меня шнурок тканевый я беру клей и на изнаночной стороне нашего браслета эти кончики подклеиваю аккуратненько и прижимаем таким образом чтобы кончики у нас получается спрятались на изнаночной стороне то есть на лицевой у наших не будет видно вот такой замечательный браслетик у нас получился все мы приклеили закрепили и осталось у нас два свободных конца шнурка мы сейчас будем с вами делать застежку на изнаночную сторону переворачиваем и вот таким образом шнурочки накладываем друг на дружку вот смотрите вот для удобства работы я с одного края шнурочки закреплю у меня вот такая маленькая прищепочка вы можете сделать это скрепкой или даже просто завязать кусочком ниточки главное затягивать не только чтобы мы потом смогли эту ниточку прищепочку или скрепку снять вот таким образом берем шнурок 50 сантиметров который у нас остался и продеваем его под вот этим двойным шнурком теперь у нас вот этот шнурочек будет основой а этот будет рабочий ищем примерно серединку уложили и мы начинаем плести тот же самый квадратный узел с правой стороны мы делаем петельку левой накладываем сверху и вот под вот этой получившейся конструкции продеваем узелок управляем и затягиваем немножко приподниму сюда выше вот таким образом то есть мы вот эти два шнурочка должны плести теперь слева петелька правый шнурочек сверху и под получившейся конструкцией опять затягиваем помогаем себе вот немножко подтянули подтянули чтобы все аккуратненько у нас было но затягиваем не силой это шнурочек у нас эта конструкция должна будет ездить по основному шнурку так опять делаем справа петелька левой сверху и под конструкцией затягиваем узелок теперь слева петелька правый сверху и затягиваем узелок еще раз сделаем петельку вот таким вот образом не бойтесь поднимать поправлять помогать себе таким образом сделаю еще один узелок слева правый сверху вот таким образом раз у меня в принципе длина шнурка смотрите позволяет еще я сделаю еще пару узелочков лишнего они не будут породеньки у меня остался правый шнурочек поэтому сложновато мне сейчас заплести все последний узелок я затягиваю вот таким вот образом смотрите здесь мы опять у нас остались вот эти вот концы мы их обрезаем оставляя также миллиметров 5 раз переворачиваем наизнанку и как мы делали на основном браслете мы подклеиваем это все клеем вот таким вот образом вот мы закрепили вот у нас таким образом получилось маленькое плетение я снимаю прищепочку убираем все лишнее чтоб она нам не мешалась браслетик выворачиваю на лицевую сторону вот у нас получается вот не смотрите получившаяся конструкция у нас получившаяся конструкция у нас получилась в получается шнурочки внутри передвигаются можно их вытащить можно затянуть на вот этих вот свободных кончиках мы можем либо привязать бусинки я просто хочу сделать допустим узелочки я просто сделаю такой узелок здесь тоже сделаю взялок и лишние кончики не просто обрежу вот таким вот образом ну что вот такой у нас получился браслетик с регулировкой ширины браслета мы можем надеть на руку затянуть потянув за кончики мы его затягиваем у нас получился замочек можно эти веревочки потом укоротить сделать чуть покороче но таким образом чтобы он у вас легко надевался на руку вот такой замечательный браслетик у нас появился ну что вот таких вот два замечательных ярких браслета у нас получились желаю творческих успехов и до новых встреч пока пока пока